Окружная общественно-политическая газета «Корякия» этой осенью отмечает 85-летие. 2 ноября 1937 года вышел первый номер газеты «Корякский большевик», которая впоследствии три раза меняла название. В 1954 году она стала «Корякским коммунистом», в 1991 году — «Народовластьем». С августа этого года газета выходит под названием «Корякия». Его путем голосования выбирали сами жители округа. В северных поселках нет высокоскоростного интернета, и газета — главный источник информации. В этом году газета очень сильно расширилась. Из 300 экземпляров, которые поступали к читателям в Палане, мы получили 1200. Ее сейчас получают пользователи, читатели, жители трех районов Камчатского края — Карагинского, Тегильского и Алюторского. И это все получилось благодаря нашим двум партнерам, с которыми нам очень повезло. Это Анатолий Германович Дилянский, это компания «Снабженец», которая взяла на себя обязательства и возит газету в поселке бесплатно, причем в самые отдаленные, в самые далекие. Он возит туда грузы и вместе с грузами берет и нашу газету, доставляет ее до поселков. Второй наш большой друг — это «Почта России», которые получают газету уже в поселке и доносят до конкретного дома, до конкретного адресата. На территории Каряки нет типографий, и сотрудники редакции печатают и собирают газету вручную. Издание является еженедельником. Его распространяют не только на окружной центр, но еще и по 14 селам и поселкам. Наши печатные издания мы выпускаем прямо здесь же, в редакции, на специализированном оборудовании, которое называется «Резогров». И вот всегда вдохновляюсь я тем, что листаю подширки нашей газеты, и хочется как-то этому соответствовать, ну и продолжать дело тех людей, которые когда-то выпускали газету в Карякском округе, и стараться соответствовать в своей работе тому, какую планку они держали в свое время. Вместе с переименованием было решено переработать формат, увеличить количество полос и сделать главной темой жизнь человека севера. В газете, как и ранее, продолжают публиковать материалы на карякском и венском языках. Сегодня в работе издания участвует множество известных в полане людей. В Карякью пишут, приходят, обращаются с жалобами. Редакция использует в своей работе материалы корреспондентов и из других районных газет. Пишет о том, что происходит на территории всей Камчатки.